Ещё один раз вместе сосредоточимся. Последний бой. Да, последний бой, как говорит Саша. Это непросто, но всё-таки. Я, конечно, что вам сказать. Я хочу вас познакомить с человеком, который не только для меня, но и для многих. Встреча с которым, общение с которым, я не знаю, наполняет во всяком случае каким-то важным для меня, для близких, смыслом собственную жизнь. И сейчас позвонила дочь, которая тоже смотрит трансляцию. И я говорю, Тань, вот что сказать целому залу? А Юрия Петровича? Да. Она говорит, ты знаешь, скажи, что он меняет пространство вокруг себя. Это я повторяю её слова. Наполняет смыслом и рифмой. Вот твоё существование. Её тоже. С Юрой очень интересно жить. Хотя непросто. Да уж. Сашка правильно говорит. Непросто. Не хочу вам рассказать, как. Со мной проще жить. А вот с ним совсем непросто. Никогда... Я не правозащитник. Нет, он не правозащитник, но даже Люда Алексеева иногда, который не уступит ничего. И уж, Александр Юрьевич, с ним очень интересно, потому что... Я сейчас говорю, что мне интересно. Он всегда видит тему, проблему с какого-то такого ракурса, с которого я, например, не вижу и не могу увидеть. Перед нами сегодня выступал Вадик Бежуев. Он, конечно, давал нам историю, экскурс в предмет, который называется философия. Юра дает этот постоянный пример. Он заражает вас. Он меня познакомил с огромным количеством людей. Нет, не огромных их нет. Их вообще нет. То есть они могут оказаться в книгах, на самом деле. Их уже давно нет. Но вот смотреть на мир так или не иначе, это ведь тоже какая-то позиция. Она у меня самой лично не родилась. Теперь я могу сказать, что она заимствована. Что-то я хотелось через школу развить и поделиться с другим. С другими. познакомил нас Мираб Мамардашвили. И обоими я хочу сказать искреннее спасибо. Я не стала философом. У меня нет ни для этого ни разума, ни способности, ничего. но думать о мире вот из этих каких-то определенных очень точек и думать о свободе вот это открыли они. Я помню, когда мы приходили на лекции Мираба, все было очень просто. Мы там сидели, все слушали, а выходили и повторить ничего нельзя. Невозможно. Значит, не надо повторять ничего. Я пришла к выводу за философами. Они пусть философствуют. А мы можем попасть в ту точку и то, о чем мы сами думаем, можем думать из этой точки. В этом их смысл. Они не для повторения. Они просто, чтобы нас привести куда-то и из этой точки мы шагаем совсем, может быть, в другом направлении. Но всегда помня о человеке, о свободе, о достоинстве и больше ничего. Итак, это наша завершающая сессия. Я должна сказать, что и Саша, и я, и Андрей, и все, и весь коллектив. Мы знаем, что такое для школы Юра. Главное его не подпускать, разговаривать с прокурором. Но он нас готовит, как разговаривать с ним. Саша, сессия целую неделю мы сидели и внимали, и я с вами, и должен сказать, что, ну, несколько выступлений совершенно потрясающих было, начиная с, там, с Липман и дальше. И вот выступление Вадима Межуева про философию очень, мне кажется, было как раз к месту, особенно после выступления, или даже не выступления, то, о чем говорил Люда Алексеева. Мне кажется, это был пример проживания, рассказанного проживания свободы, личной, и попытка объяснить этот феномен сегодня, опираясь на, скажем, историю философии. Я думаю, что, ну, вот когда это сразу рядом, то что-то как кресало, что-то высекается, какая-то искра, потому что ты невольно думаешь, насколько вообще любое рассуждение со стороны о жизни, о прожитой жизни, она рассказала о своей жизни и тоже, может быть, что-то и уже задним числом додумывала, но в принципе ведь повторить невозможно чужую жизнь. И поэтому вот одна из фраз, которая не моя, которая принадлежит Мамардашвили, он настаивал на этом. Сказать о том, что свобода сводится к выбору, это значит повторять уже как бы сказанное не один раз. И на самом деле так и происходит в жизни. Мы выбираем всегда. Всегда как на развилке туда пойдешь, сюда пойдешь, что завтра сделаешь. А как философ он определял философию, свободу вернее, как философ. Свобода начинается с того момента, когда нет никакого выбора. мне кажется, это очень точно, но заставляет думать, и если случается что-то в жизни подобное, когда действительно вдруг что-то растворяет, что-то тебя растворяет в мире, или мир тебя растворяет, и становится что-то ясным, и действительно ты в этот момент, это может назвать это переживание счастьем, свободой, как угодно, но в этот момент никакого выбора не происходит, и в тот момент, когда человек что-то делает, какое-то великое открытие, это же не выбирают. Можно хотеть, много чего хотеть, и в том числе и выбора какого-то, но если это происходит, это случается, это случается вот вне, вне выбора, вне причинных каких-то следственных связей, хотя кажется нам, что все можно объяснить в терминах причины детерминизма. Вот понимая все это, я нахожусь на самом деле в затруднении, потому что я думал, поскольку мы договорились, что я буду выступать, я вначале думал, ну может быть, действительно расскажу о книжке, которую вы, я надеюсь, уже посмотрели, я не буду о ней говорить, я решил максимально поскольку мы завершаем время и устали, поэтому я даже написал свой текст и решил выйти за рамки истории учат, а может быть иначе немножко назвать ее, эту тему, о которой я хочу поговорить, перевести в другой регистр, исходя из того, что если история учит, значит история не бессмысленна, а может быть она действительно бессмысленна, а если не бессмысленна, наверное, и жизнь не бессмысленна, поэтому я хочу вот привлечь ваше внимание в конце недели к этой неожиданной, возможно, для вас теме, к теме смысла жизни, и поговорить может даже не столько о смысле, опять же о самом слове смысл. Ни в одном европейском языке нет вот этой приставки «с» и слова «мысль», «с», «мысл». Нет, только в русском языке, и кажется, сам язык нам, гений языка русского подсказывает, что соединяется наша мысль с чем-то, и вот она помогает нам обрести смысл, а все вот выступления, которые вы слышали, почти все, все время кончались тем, что, ну, непонятно, почему же так мы живем, почему все повторяется, и никак мы из этого круга повторений не выскочим, в сторону свободы, в сторону принятия нами того, что либералы и консерваторы есть, и они должны быть, ну, обрести это существование в пространстве, которое, в котором и те, и другие могут существовать на равных, принимать участие в выборах, ну, как вот принято это, как бы, в западных демократиях. И я вот сейчас вспоминаю то, о чем говорил Федотов Михаил Александрович, он говорил об общественном договоре, мне показалось это немножко странным, потому что, ну, ведь государство, оно занимается контролем и считает, что вот создавая свои общественные организации, будет ли это общественная палата, будет ли это совет при президенте, и даже будет ли это вот вчера омутсмен, вот, ну, как, как может общество контролировать государство, власти в голову не приходит, вот, нам вроде бы приходит, видя безобразие, которые мы знаем, о которых мы знаем со стороны власти, нам эта мысль в голову приходит, они, а власть считает, что, а чего вы, вот давайте вместе, а когда, казалось бы, возникает ситуация, нужно садиться за стол переговоров и действительно договариваться по поводу тех ведущих конфликтов, ситуаций, власть отказывается и мы вновь возвращаемся в какое-то вот, ну, не совсем нормальное положение, поэтому, мне кажется, мы должны думать о разнице между государственным обществом, жизнь заставляет думать, учитывая, что русское слово государство это господа дар, мы уже, ведь тоже, вот, гений языка подсказывает, а раз это божественная власть, она, видимо, вот, как бы, как 25-й кадр в рекламе или как вот внутренняя форма слова по Александру Гумбольду срабатывает непроизвольно, мы это воспринимаем, понимаем и исследуем этому внутреннему закодированному как бы смыслу слова в слове государства или государь, господь, и в западных языках, опять же, я повторяю, нет, вот там все названия форм правления есть, была монархия, что-то близкое тоже, мон, арк, то есть объединяющий, но единовластие, да, а в русском языке вот так же, как слово наука, ну вот наук, ну нет, сьянц, сьянце, то есть в западном смысле это физический эксперимент поставленный, который решается, доказывается с помощью математики, а наук это научение чему? Это научение Библии, чтению и пониманию Библии, то есть слово наука тащит нас, поэтому, я думаю, не случайно именно в России так легко марксиско-ленинская идеология превратилась в единственное верное учение, науку, не подлежащую сомнению, ну и так, выводы, которые не подлежат сомнению, что-то есть, потому что мы живем в языке и находим, можно сказать, что действительно на эту книжку, на эту тему писали книжки в 70-е годы, тюрьма, как бы в тюрьме языка, из которого не так просто выбраться, а философия, она, собственно, занимается мышлением и стремится ответить вот на какие-то вопросы, на которые, кажется, нет ответов, но тем не менее она их дает каждый раз в каждую эпоху по-своему, но она задает как бы горизонт видения человека, который вопрошает и стремится ответить на вопрос. Поэтому я повторяю, что вот есть разница, и если Михаил Александрович Федотов готовит закон об общественном контроле, то рано или поздно, поскольку он занят тезаурусом, понятийным аппаратом, он, видимо, все-таки разработает этот аппарат, который легко власть возьмет на вооружение и будет продолжать контролировать нас. У меня такое впечатление, потому что речь идет все-таки о том, почему мы имеем право контролировать власть, то есть деятельность государства. Это серьезный вопрос, и мне кажется, очень важно обратить на это внимание. И если мы не будем, и власть не будет на него обращать, и мы, мы будем все время в языке, как бы на уровне языка просто холостически практически стремиться найти ответ на этот вопрос, мы не найдем, потому что речь идет об отношениях нас с такими же, как мы, потому что мы живем уже не при царе, где власть от Бога, а к власти приходят наши знакомые или друзья по дому, по месту, где мы живем, и как только они туда приходят, точно даже, как при советской власти в любом магазине, где продавалось мясо, мясник, он был в это время владыкой, и он диктовал вам все. Поэтому мы оказываемся во власти или в подчинении в себе подобных, это человеку присущее обладание, но это об этом много чего написано тоже, владеть, обладать. Вот. И я немножко отвлекся, я хотел бы прежде чем начать говорить о смысле жизни, все-таки спросить у вас Я спрошу. Да. И если вот в зависимости от этого я тогда дальше может быть просто прочитаю текст, может быть своими словами перескажу. Кто считает, что история не учит? Рэббен. История учит, просто мы не воспринимаем ее уроки. Вот так. Хорошо. Вот какое извращенное сознание. Кто действительно? Да, пожалуйста. История, конечно же, учит, но она забывается. Она забывается, поэтому уроки истории ничего не решает. А мы вот как дети, да, вот истории там и дети, которых учат или как? Нет, у тебя просто спросили. Жень, кто сейчас кто учит? Ну, понятно, что раз так мало руку, что не учит, значит, все остальные считают, что учат. Не все. Евгений или Иркутск. Я считаю, что история не учит, потому что история, я бы сказал, так, как учебник, а вот учимся мы сами. То есть, это некое пособие для самого учителя. кто-то учится, кто-то нет. Костя. Сейчас, сейчас, Жень. Константин Бубан, Хабаровск. Вы знаете, я очень сомневаюсь в том, что история учит, поскольку нет предмета для обучения. чему бы мы хотели, чтобы нас научила история. То есть, я думаю, что, в принципе, нет такого навыка, которому можно научиться, просто изучая историческую науку. Женя. Там Саша. Нет? Я просто считаю, что история, прежде всего, это опыт. То есть, это человеческий опыт, который в себе включает в принципе все, что происходит вообще в этом мире и происходило. И без опыта невозможно. А опыт это не научение, да? Именно это учение. То есть, имея опыт какой-то, изучая, анализируя человеческий опыт, мы приходим, то есть, с каждым... Еще вот Саша хотел сказать, а потом второй вопрос, кто считает, что история учит. Я считаю, что история учит тоже. Я просто хотел согласиться и добавить такую аналогию. Для меня история, это как шишка, извините за такую бытовую аналогию. Но когда мы их набиваем и они болятся, какое-то время мы еще помним. Потом они проходят, проходит время и эта память затирается. И соответственно, вот в этом контексте история, получается, уже не учат, когда мы забываем свои боли. Вот как-то так. Значит, кто считает, что история учит? Они все прочитали. Ну, я думаю, что после того, что я вот скажу, мы вернемся к вопросу чему учит или чему не учит. А сейчас я возвращаюсь к теме смысла в начале жизни, потому что это, как потом будет ясно, имеет прямое отношение к истории учит или не учит. И я хочу зачитать две довольно большие цитаты из повести Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Ивана Ильича. Возможно, кто-то из вас читал, а если не читали, то это поразительная вообще повесть, написанная в 86-м или 87-м году, кажется, 19-го века, хотя замысел относится к 81-му году, когда умер родной брат Ильи Ильича Мечникова, как раз Иван Ильич, который был прокурором Тульской губернии. И в этом в этой повести, написанной уже в пореформенное время, после судебной реформы, собственно, рассказывается биография или жизнь человека, который начинал, окончил школу, связанную с судебной системой, я не помню, как она называлась, это учебное заведение, но, в общем, он был вначале судебный исследователь, прошел всю иерархию, стал прокурором в конце жизни, и потом понял, что не так он жил, вроде так замечательно жил, а потом и вот приведу из этой повести сначала длинную цитату. Иван Ильич умер 45 лет членом судебной палаты, после того, как закончил курс правоведения и прослужил пять лет судебным следователем, но уже тогда был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь, человеком способным, весело, добродушным, общительным, но строго исполняющим то, что считал своим долгом, долгом же он считал своим все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с малых лет, молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов. Он отдавался и чувственности, и тщеславию, и под конец высших классах либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувства. Думаешь, он с иронией писал? Нет, на полном серьезном он пишет. Толстой с иронией, мне кажется, никогда вообще не писал. Все очень серьезно, его мучили реальные проблемы. Были в молодости совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали отвращение к самому себе в то время, как он совершал их. Но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то, что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них. То есть до тех пор, пока не заболел, очевидно, раком, судя по признакам, которые описывает Толстой, испытывая ужасное мучение. И тогда, продолжает Толстой, он стал думать об одном и том же. За что же весь этот ужас? Но сколько не думал, не нашел ответа. Когда ему приходила, а она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит от того, что он жил, не так, он тот же вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль. И Толстой формулирует в этой связи свою известную фразу, ставшую афоризмом. Видимо, вы слышали, знаете, если бессмысленна жизнь, то бессмысленна и смерть. Почему бессмысленна? Потому что ужаснее физических страданий, были нравственные страдания больного. И в этом было главное его мучение. Ему пришло в голову еще одна цитата, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, они-то, то есть поползновения, и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройство жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, все это могло быть не то. Я уже сказал, что когда была написана повесть, и он описывает судебную систему, но судебную систему на уровне прокурорской, жизни прокурора, и то, как работает не адвокатура, о которой вы слышали в июне, когда Клювгант рассказывал об адвокатах, а это и судебная система, и прокурорская, она ничем не отличалась. Я думаю, что повесть написан Толстым, потому что он понимал, что адвокаты есть, а прокуроров хороших, или правильных, или честных нет, судей нет, поэтому я не случайно цитирую эти вещи, потому что это все как-то отложится на сегодняшнюю нашу действительность, и я уже сказал, что как бы все повторяется, повторяется в другое историческое время, по-другому, ну вот что-то описано уже, я дальше еще об этом буду говорить, а теперь о смысле истории. Его именно поэтому отлечили от церкви? Конечно, потому что он же собственную религию выдумал, толстовство, и если бы это как Лютер, на самом деле, просто революция, толстовцев же было огромное число людей, их просто потом кого сажали, кого расстреливали. А теперь о смысле истут, и Толстой в одном месте замечает, что уже поиск была написана после отмены крепостного права и проведенной судебной реформы, когда замечает Толстой, стране нужны, были новые люди, и Иван Ильич только начинал свой жизненный путь. А теперь о смысле истории, но вначале небольшое отступление, поскольку история, как и человеческая жизнь, не сводится ведь только к истории государства и государственных институтов. Есть еще общество, как я уже сказал, и государственные служащие тоже члены общества. И когда я употребляю сейчас словосочетание смысл жизни и смысл истории, то уверен, что интуитивно и я, и вы считаем, что всех нас все-таки что-то объединяет. культура страны, русский язык, на котором говорит подавляющее большинство из нас в этом зале, родной язык, но интуитивно я повторяю, мы чувствуем, что принадлежим к человеческому роду как таковому, независимо даже если мы говорим на разных языках или занимаемся разными профессиями. И вы понимаете, о чем идет речь, когда слышите слово смысл, о котором я вначале сказал, не обращая внимания на то, что оно состоит из приставки «с» и слова «мысль» в отличие от европейских языков. Но к этому я потом вернусь, а сейчас скажу, что сам наш язык, как я сказал, уже подсказывает, что смысл это мысль о том, подставляйте сюда слова о свободе, истории, добре, любви, философские книжки, они, собственно, так и называют смысл любви, смысл истории, что предполагает понимание того, о чем она, то есть мысль, то есть в чем смысл свободы, в чем смысл истории и так далее. Но это, видимо, все-таки непростое понятие, какое-то особое понятие, потому что, чтобы начать мыслить, надо проснуться не просто вот как мы обычно в жизни говорим, мы говорим автоматически так же, как двигаем рукой, ходим, только споткнувшись или упав вдруг, оживаем и начинаем думать, а почему-то вдруг запнулись или упали. Проснуться не в прямом смысле, не в прямом значении этого слова, а в переносном, как об этом сказано в Евангелии, сегодня тоже об этом говорили, бодрствуйте, ходите, ищите, свобода дана ведь, пока свет с вами, то есть не внешний, а внутренний свет мысли, который, кстати, не зависит от нашего хотения, потому что мало чего можно хотеть, например, влюбиться или начать свой бизнес, написать книгу, встретить настоящих друзей, не получается, хотеть мыслить еще не мысль, и к тому же откуда она, когда озаряет человека, ведь не из мозга, мозг же не компьютер, устройство которого известно, а иначе им бы и не пользовались, и понятно тем, кто его придумал, а как и почему работает человеческий мозг, остается непонятным, хотя тоже известно, что на вопрос, как ответили еще античные философы, когда придумали грамматику, логику и риторику, а что касается причин, то есть ответа на вопрос почему работает, то причины могут действительно быть самые разные, начиная от страха смерти, как у Ивана Ильича в поиск Толстого, и поиска бессмертия, да не согласен, например, Коперника, который жил в 15 веке, с теорией Птолемея о движении планет вокруг неподвижной Земли, в результате которого появилась новая теория, не говоря уже о десятках, если не сотнях новых теорий, появившихся позже по мере развития научного познания не только природы, но и общества. А с другой стороны, я хочу это подчеркнуть, многих людей, в какую бы эпоху они ни жили, обычно устраивает то, как они живут, и бодрствовать не собираются. Поэтому на вопрос, возвращаясь к смыслу истории, учит ли она, я бы ответил так, лично, учит, если мы начинаем думать, после того, как вспыхнул свет мысли, и ее надо еще как-то сохранить, удержать, поскольку историческим является только извлеченный опыт, а иначе все будет повторяться, так как проблема смысла это не задача, поддающаяся решению с помощью сложения или умножения. Для того, чтобы стало понятным ее возможное решение, нужен был, как говорят сегодня, общественный запрос на философию истории, как профессиональную дисциплину, и в эпоху просвещения такая дисциплина появилась. При этом напомню, что сам этот термин философии истории ввел в культурный оборот Вольтера, издав в 60-е годы 18-го века книгу под таким заглавием. О том, что думали и как относились к смыслу жизни и к истории до этого, в эпоху античности, в средние века, я пропускаю, скажу лишь, что названное отношение включало тогда не только надежду и веру на помощь Бога, но и веру в разного рода мистические силы и явления, таинственные связи между ритуалами и запретами и так далее. А начиная с 18-го века начал складываться подход, в рамках которого история стала восприниматься как движение по ступеням прогресса. В частности, французский философ Кондорсе полагал, что прогресс общества состоит в движении к истине и счастью. Но вклад в развитие этой идеи внесли не только французы, но и немцы Гердлер, Канн, Гегель, Маркс, которые критерием прогресса, как известно, считал рост производительных сил общества, смысл истории, видел смене общественно-экономических формаций и победе пролетариата над буржуазией. Однако все эти представления о прогрессе рухнули в 20-м веке в результате двух страшных, как мы знаем, мировых войн. Но это не значит, что люди перестали думать после этого о том, как жить дальше. Поэтому я хочу вам привести в качестве назвать двух авторов Карла Попера, английского философа, и немецкого Карла Ясперса, сославшись на две книги. В книге «Несчитай историцизм», написанной Попером в начале 50-х и изданной в 1956 году, критикуем марксистский подход к истолкованию исторического процесса и называя социальную философию Маркса историцизмом, Поппер писал, цитирую, «Вера в историческую необходимость является явным предрассудком, невозможно предсказать ход человеческой истории научными методами». И для подтверждения своей позиции приводил следующие аргументы. Первый. Ход человеческой истории в значительной степени зависит от роста человеческого знания, но при этом второй аргумент невозможно предсказать каким будет рост научного знания. Третий аргумент следовательно мы не можем предсказать и ход человеческой истории. И последний. Это значит, что мы должны отвергнуть саму возможность теоретической истории, так как любая научная теория для доказательства своей истинности обязательно предполагает проведение эксперимента, а с человеческим обществом экспериментировать нельзя, это опасно, и мы это прекрасно знаем. Прогресс это движение какой-то определенной цели, безусловно, но цели существуют для человека, продолжает Поппер, а для истории они невозможны, поэтому заключает он прогрессировать может только человек, защищая демократические институты, от которых зависит его свобода. А Яспер в своей книге «Истоки истории и смысл» и ее цель, вышедшей несколькими годами раньше, приходит фактически к такому же выводу, считая, что в истоках европейской истории со севого времени лежат два начала античное наследие и христианская религия, а ее смысл истории видел в реализации свободы, которая проявляется в развитии духовных и интеллектуальных сил человека. Ну, о свободе Межуев сегодня говорил вам. Таким образом, как Карл Поппер, так и Карл Яспер смысл истории связывали с целью и смыслом существования человека, или другими словами, с возвышением человека над самим собой, а историю человечества рассматривали как попытку стать человеческим. И теперь коротко о смысле российской истории, потому что, мне кажется, это самое главное. Это особый смысл. Да, все наверняка слышали или знаете еще со школы о Филофее, игумене Псковского монастыря и его идеи Москва, Третий Рим. Об этом он писал в одном из своих посланий московскому великому князю Василию Третьему, поэтому приведу из него самый известный отрывок. Это отцу Ивану Грозного. Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это российское царство, ибо два Рима пали, а третий стоит, обратите внимание на слово, стоит, а четвертому не бывать. Почему стоит? Потому что российское царство, писал Филофей, это остров среди потопа неверия и отпадения от мира, мира от Бога. Благодаря чему и как стоит? Скоро это стало известно, я имею ввиду начавшиеся при Иване Грозном массовые репрессии и казни, которые он оправдывал, ссылаясь в свои переписки с Курбским на это послание, заложив тем самым основы российской государственности. А затем два столетия спустя, создав империю, Петр Первый уже так пустил корабль государственности по пути прогресса, что его условием стало колоссальное расширение крепостничества. Согласно известной формуле, люди должны быть инициативны и изобретательны, но при этом абсолютно послушны. Так каким же образом можно было сочетать то и другое покорность и инициативу в условия сохранявшегося государственно-бюрократического контроля? Мы хотим общественный контроль, а есть государственный бюрократический. Он посильнее общественного всегда был. Отвечая на этот вопрос, поскольку Пушкина неоднократно вспоминали уже на этом семинаре, я тоже его процитирую, это из его заметок по русской истории 18 века, написанных им в августе 1822 года, когда он был в Кишиневе, это еще до выступления декабристов. И Пушкин, собственно, продолжая то, что я перед этим сказал, пишет, интересная фраза, все безмолвно повиновалось, и страницей ниже. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство, но он знал, что это ужасно, если такое страшное потрясение, как в 17-м году. Он был против. Почему? Потому что нынче же наша политическая свобода, как эти габристы в это время верил, неразлучна с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояния в то время против общего зла. И твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. 22-й год. Однако пушкинское желание лучшего и надежды декабристов его друзей на твердое мирное единодушие, способное поставить Россию в один ряд с просвещенными народами Европы, когда после смерти Александра Первого они вышли на Сенатскую площадь, чтобы потребовать у членов Сената и Государственного Совета обнародовать манифест к русскому народу, в котором провозглашались отмена крепостного права и гражданские права и свободы, как известно, не оправдались. Выступление декабристов было разгромлено. И через год по распоряжению Николая Первого, которое имело для Пушкина «Характер политического экзамена», поскольку он был другом декабристов, поэт Пушкин пишет известную записку о народном воспитании, которую царь прочитал нас, и на основании его устного отзыва Бенкендорф отправил Пушкину письмо, где было сказано, цитирую, поскольку это важно, слова Николая, принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную только число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. Не вдавая, ну, сейчас это вот все на слуху, не вдаваясь в анализ содержания записки Пушкинской по этому поводу много написано тоже, отмечу, под народным воспитанием Пушкин, разумеется, имел в виду не просвещение умов с помощью бесполезных знаний, о воспитании историей, полагая, что отсутствие такого воспитания рождает своеволие мысли, порчу нравов и, в конце концов, распад общества, то есть, иными словами, отсутствие деятельных умов, готовых и способных реализовать свое призвание, проходя жизненный путь и извлекая опыт, ибо историческим, как я уже говорил, исследовать на человеческим, является только извлеченный опыт, и только благодаря ему можно, на мой взгляд, постепенно преодолеть дурное повторение одного и того же в нашей истории и стране. и в конце вернусь снова к слову, к смыслу, поскольку это понятие, как я уже сказал, состоит из приставки и слова «мыслить». Думаю, что после того, что было сказано, уже понятно, что проблема мышления заключается не в том, чтобы искать смысл истории и конструировать для доказательства якобы существующего в истории прогресса разные этапы, а в том, как нам смочь помыслить то, что мы мыслим и что есть. Казалось бы, мыслим, понятно, но не в привычном обыденном значении, когда мы что-то видим, слышим, осязаем благодаря органам восприятия, а в философском, поскольку это ведь мы видим, мы слышим, мы воспринимаем, и то, что воспринимаем, выражаем словами, то есть думаем, а как думаем, учитывая, что человек конечное существо и не может не думать о бесконечности, которая ему непонятна, как и смерть. С этого и начинается философия, когда древние греки стали думать о непонятном, и, как я уже сказал, придумали грамматику и логику, а затем с появлением христианской религии теологи, пользуясь навыками античного философствования, показали, что человеческая жизнь не бессмысленна. Ну, на самом деле, Вадим об этом не сказал, в истоках действительно европейской и западной в целом цивилизации лежат два начала, античная философия и христианская религия, но ведь это вот вторая ипостась, это личность Христа, я, как бы явившаяся в мир, и без этой личности, без античной философии, гуманизма, возрождений остального бы не было, потому что три века начала христианства потребовало для того, чтобы люди экспериментировали, стараясь приблизиться к Богу, подражая Христу, быть христианами, а потом только появилась церковь и так далее. Так что не случайно, а затем появились христианские религии, теологи, так что не случайно, когда большевики в России решили, что все это бред и фантазии, метафизика, религия, Бог, произошла трагедия, которую невозможно понять, объяснить можно, а понять, и чтобы извлечь смысл из трагедии, разумеется, для этого надо учиться в том числе и грамотно мыслить, при этом я имею ввиду то, о чем говорится в одном из моих письм в истории учат, философия занимается выяснением возможностей и предельных оснований познания, и этим отличается от религии, как говорил Вадим, оттологии и науки. Означает ли это, что есть нечто непоздаваемое? Разумеется, это Бог, свобода и бессмертие, как говорил Кант, поэтому не стоит задавать познавательные вопросы относительно того, как говорят философы трансцендентного, которое является предметом веры, а относительно того, что является реальным, а именно я мыслю и как я мыслю, задавать их можно, потому что философское познание разворачивается на уровне рефлексии, но не в смысле отражения в нашей голове окружающей действительности, которая может отражаться по-разному и вызывать разные психические состояния, а в том смысле это надо помнить, что то состояние, когда случается мысль, помыслить заранее, как бы этого мы не хотели, невозможно. Поясню это на примере не той мысли, о которой даже страшно подумать, когда она приходит в голову, этим занимается обычно психология, а светлые мысли. Допустим, один человек стремится поверить в Бога, другой почему-то занимается решением квадратуры круга, а третий мечтает о коммунизме. То есть каждый, как говорят обычно по этому поводу, думает о своем, но важен результат, а не то, что думается. Способен ли человек додумать свою мысль до конца, когда она становится осмысленной, независимо от того, будет ли достигнут результат положительным или отрицательным, то есть реальным смыслом. Философия, как я сказал перед ним, занимается выяснением именно возможностей предельных оснований познания. Поэтому отвечу на поставленный вопрос, опять же сославшись в начале на древних греков, поскольку они первые придумали логические парадоксы, создав соответствующий язык, пытались понять и рассказать о том состоянии, когда человек мыслит. А потом, много позже, уже в новое время, философы стали называть это трансцендированием, то есть когда человек трансцендирует себя, здесь тогда и возникла проблема, ибо если есть трансцендентное, трансцендирование, то должно быть трансцендентное, что-то вне человека находящееся, существующее, в виде некой идеальной сущности, когда трансцендирование означает, что находясь в подобном состоянии, человек как бы выходит из себя. А как можно выйти из себя? следовательно, нельзя описать трансцендирование со стороны, но как оказалось можно задать его сознание, и в этом вот как бы мое отношение к трансцендированию отличается от того, что говорил Межуев, задать сознание, которое Кант назвал трансцендентальным, в отличие от эмпирического, и это сознание как раз является тем материалом, для социальных наук, для гуманитарных, вообще для познания, из которого строится философом истинное понятие о вещах и событиях внешнего мира, поэтому, когда мы говорим, что объективный мир вне нас, если это не пропущено через понимание того, что это все познается уже нам известными словами, но в европейской культуре продуманными через аппарат трансцендентального анализа, поэтому вот это тоже одна из причин, я понимаю, что это как бы сложно и далеко от того, чтобы приблизиться нам к свободе, но просто вы должны иметь в виду, что в России философия появилась только в конце 19 века, богословие только в конце 19 века, у нас профессионального языка достаточно ясного грамотного нет мы просто не думалось и не думалось об этом мы все время решаем одну дурную повторяющуюся вот накатывающую на нас проблему так что анализ сознания есть философствование когда согласно русской пословице что видит око физически далеко а ум еще дальше и если вы с этим согласны давайте будем учиться думать чтобы стать гражданами современной исторической страны конечно как вы понимаете без стакана здесь не разберешься это потом да но спасибо Юра вот как-то ты хорошо завершил потому что я вот не могу избавиться от ощущения что это очень пессимистическое выступление да вот я так это слышу потому что есть какая-то как сказать замкнутость и в конечном итоге бессмысленность от того что мы повторяем все время одно и то же вот ведь так же проистекает из твоего рассуждения ну так это а как же что за удовольствие жить так вот сейчас пойдем отпразднуем наше завершение нет ну Саш ну ну что-нибудь оптимистическое скажи я только могу знаешь вся русская поэзия пропитана пессимизмом в этом смысле я подхожу и отхожу и замер в смутном трепете вот только перейду межу и буду в струйном лепете и шепчет он не отогнать и воля уничтожена пойми умением умирать душа облагорожена это блок еще до советский поэт у каждого в жизни у каждого в жизни есть такая черта за которую кажется нет ни черта ни друзей ни границ ни проклятого вечного окрика циц я однажды шагнул через этот порог и себя потерял и тебя не сберег но ведь смысл-то извлечен поэтический смысл смысл извлечен но как вот этот смысл влияет на наш общий опыт вот это вот и блок спился и умер от пьянства и и Шубин написавший строчки Шубин сейчас сейчас Саша извини пожалуйста от алкоголизма он прямо на улице свалился в центре Москвы рядом там но все от того же от дурного повторения значит ну как наконец-то мы должны раз у нас есть возможность обсуждать эти все вещи поэтому я не вижу никакого пессимизма тем более что нам предстоит сейчас закусить а скажите вот после сейчас Саша извини пожалуйста вот после того что мы обсудили как бы вы сами себе вы ответили ну так сказать ну простым языком без этой бесконечной трансцендентности которую он в конце своего выступления просто уже забил нам мозги а вот как вы себе объясните что значит история учит мне очень понравилось выражение народное воспитание истории которое вот сказал Юрий Петрович вот у меня есть два комментария и ответ на вопрос и ну вот и просто размышления первое ну у меня кстати нету негативного какого-то восприятия либо пессимистичного хорошо пессимистичного и я думала почему и одна из причин наверное мне кажется мы забываем о гениальном ресурсе который есть в России это полиэтничность поскольку я выросла в Чуваше у нас была такая народная мудрость ну если тебе говорит у нас три основных нации русские чуваши татары и соответственно ну если тебе говорят одна традиция делай так ой не делай что-то ты смотришь что в другой традиции если ты потом можешь посмотреть в третий и ты учишься не манипулировать этим но ты учишься искать более позитивные смыслы и мне кажется это как раз можно вот посмотреть в том богатом культурном этническом наследе которое есть в России это раз а второе с точки зрения народного воспитания истории мне очень понравилась история которая произошла в Израиле в 2011 году и о которой как ее сегодня упоминал Роберт Скидельский но реально про нее почти не говорили в СМИ и нигде не говорили потому что по-моему ее испугались и не понимали что с этой историей делать а мне повезло я в это время в течение месяца была просто в Израиле и училась там и мы встречались с людьми которые делали это у них произошла история когда народ массово ну лето хорошо началось с протестов по стоимости жилья потом народ вышел на улицу и создал по всему Израилю кучу палаточных городков но смысл для меня этих палаточных городков был в том что они в этих городках они обсуждали все новые вопросы которые возникли в обществе а что значит управлять по-новому финансами мы говорим нас не устраивает как что тратится они обсуждали и к Нессету они сказали который попытался их пригласить в сам Кнессет давайте вы к нам придете ваши лидеры придут и будут обсуждать с нами они сказали не народ у нас на улице приходите к нам и давайте вместе все думать то что было и один из результатов который дала эта четырех с половиной месячная история в Израиле это огромное народное воспитание и образование по целому ряду вопросов которые не то что умалчивались но не было никогда вот ресурса чтобы разные умные и самые люди из совершенно разных слоев а там были этнически разные группы они боялись там вначале сотрудничать друг с другом и профессионально разные группы и по доходу разные группы они просто сидели и обсуждали и вот мне кажется для меня школа делает такое обсуждение но важно чтобы это обсуждение без кризиса без надлома без пессимизма а просто шло по целому ряду вопросов и совмещало и сердце и голову и душу замечательно Женя сказал я просто добавлю я вот в первом номере я начал публиковать материалы нашего семинара посвященного моральным урокам советской истории я считаю что вот так получилось я удивился сам спустя 20 лет мы продолжаем на наших семинарах извлекать уроки конечно исторические и должны научиться действительно извлекать мы только об этом на самом деле ведь говорим ну потрясающие выступления все были они все на эту тему мы уже ясно понимаем наши как бы беды главное ну так сказать не сойти с ума и вот не 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 продолжать обсуждать говорить и главное распространение заниматься образованием просвещением деньги искать ну требовать на образование не закрывать не не ликвидировать академию ту же самую ну это очевидные вещи поэтому я считаю что у нас ну просто невероятное поле для работы мы безработными не останемся если захотим ну интересная работа ну и действительно ведь интересно разобраться какая же это интересная работа извлекать опыт из русской истории да вот освобождаться от нее хорошо кто-то хочет еще сказать умные ну брейслер понятно нет саша за тебя уже шамиз я вот хотел сказать относительно пессимизма мы сидели мы сидели Александр Юрьевич в избушке и пели песню и англичанин Хью который пришел посмотреть на наше сообщество он спрашивает что это за такая песня которую вы так дружно весело поете я ему стал объяснять а эта песня была выхода нет и вот в этом понимаете какая такая квинтэссенция вот русской души да и пессимизма а вот относительно история учит ну действительно во-первых Юрий Петрович спасибо вам большое за лекцию могу сказать что слушать вас полегче чем читать потому что я читал эти четыре письма на сто раз пытался понять каждый взгляд до сих пор не достиг этого честно скажу поэтому для меня это больше вопросов возникает и мне кажется сама постановка история учит это такой очень хитрый философский вопрос потому что ну учит что она учит брать интегралы там нет не учит наверное учит прогнозировать будущее вот и поэтому здесь вот сама постановка вопроса истории учит она потрясающая мне кажется никогда не будет однозначного ответа именно на этот вопрос спасибо Миша пожалуйста у меня созрел афоризм честно говоря но он приличный так вот господа вот умные умные учатся на чужих ошибках наверное мы умные мы знаем историю Европы Китая Америки Африки Австралии Марса Венеры и так далее глупые учатся на своих ошибках но как бы про свои ошибки мы тоже знаем начиная с Рюрика даже раньше наверное нам я имею ввиду себя прежде всего да надо перестать быть тупыми которые постоянно повторяют ошибки а ты это цитируешь ты знаешь у Довлатова это написано что история повторяется трижды один раз как трагедия второй раз как фарс а третий раз для дураков нет ну во первых Довлатов он родился в Уфе там полтора года провел первой своей жизни так что земляк а во вторых почему-то навеяло чувствуется спасибо еще да пожалуйста ну вот как раз для того чтобы не быть тупыми в развитии для того чтобы история научила нужно уметь учиться истории то есть это не правильно Евгений сравнил история подобно учебнику то есть прежде чем понять прежде чем проникнуть этим знанием надо научиться читать научиться читать на том языке на каком написан этот учебник и в связи с этим ну так сказать видимо плавно подводя к завершению то есть и то чем занимается школа это на самом деле большое великое дело в том числе по тому что мы все учимся учиться у истории ну я так что мы плавно и медленно переходим к закрытию семинара да да в ожидании тогда давайте с вами сделаем так смотрите конечно все кто хочет высказаться имеют такую возможность кроме тостов только пожалуйста у вас для этого будет возможность ровно 8 часов на пруду у нас будет ужин и там говорите такие красивые речи а те кто хотят сказать какую-то свою рефлексию или же там какие-то созревшие мысли которые не были высказаны за эти две а то и три недели пожалуйста милости просим но в начале если никто не будет против Лена Михайловна и вы тоже в том числе мне хочется сделать самое приятное хотя и самое печальное в этом семинаре это вручение сертификатов почему тогда ты садись тогда ты садись садись почему почему садись садись спасибо спасибо спасибо